добрый день дорогие зрители сегодня мы с вами на православном портале экзегет продолжаем цикл наших бесед о крещении руси для того чтобы вот более как-то ясно может быть более очевидно представить ту картину обращение наших предков христианства которая была столь не столь простой однозначной как это зачастую рисуется какому такому ординарному сознанию людей которые не склонны слишком может быть глубоко погружаться в эту тему и не видит каких-то весьма важных ее черт и особенностей вот о том что на самом деле крещение руси было таким необычайно драматичным выбором который занял собой весьма продолжительное время мы с вами я надеюсь постараемся поговорить в этой нашей следующей беседе мы с вами говорили уже о тех двух этапах крещения руси которые совершался первый при книжении аскольда идира а второй при книжении святой равноапостольной великой княгини ольги которую мы почитаем как нашу такую духовную мать прародительницу которая сделала для руси наверное сопоставимые какие-то вещи с тем что совершил эти заименные ей святая равноапостольная императрица елена мать святого константина великого но в отличие от своей святой покровительницы святая ольга не была столь осчастлива на приобретением христианского единомышленного с ней сына который сумел бы сделать ее веру и и религию достоянием всей империи как это сделал святой равноапостольный константин к сожалению сын старший сын княгини ольги от князя игоря рюриковича знаменитый князь святослав был воспитан и провел свою жизнь совершенно иных началах и совершенно по другим принципам чем те которые исповедовала его мудрая мать ольга в каком-то отношении он наследовал психологию своего отца князя игоря то есть являлся в общем то таким же необузданным скандинавом и язычником по своей психологии хотя безусловно был намного более удачливым как военачальник как полководец и в общем то был фигурой в чем-то так сравнимой с александром македонским казак на троне называет его наш замечательный остроумный очень меткий историк кастомаров сам малорос по происхождению можно было бы также использовать и другое выражение берсерк на троне ну у нас нет конечно исторических данных которые позволяют говорить о том что святослав действительно являлся берсерком но определенные черты вот какой-то такой вот необузданной языческой психологии вот он безусловно ими обладал и в то же время конечно он являлся вот таким наверное последним выражением наиболее ярким выражением вот этой идеологии воинствующего язычества в истории руси в нем она получила свое наиболее такое может быть яркое выкуп выпуклое такое вот отображение князя святослава воспитывает дружина она берет свое руководство над ним и возможно одну из причин этого является как раз таки то что киевскую княжескую дружину начинает весьма беспокоить вот тут рост распространения христианства который продолжает происходить на территории киевской руси крещение аскольда идира которые безусловно не прошло бесследно и оставила после себя множество принявших христианство его их бывших дружинников в разных концах большого большого государства это такая серьезная угроза рост христианских настроений среди тех воинов которые успели нести свою службу в константинополе и очень многие там принимали крещение это тоже как бы не могло не тревожить потому что как мы говорили да вот этот вот мирный договор князя олега князя игоря он открыл возможности для такого двустороннего общения и будучи допущены в высшие свои христианского константинополя население являясь в какой-то момент очень многие из варягов составляют основу так называемой гвардии варангов которые окружают себя византийские императоры то есть несут вот такую службу по личной охране императора они проводя многие годы в константинополе не могут не поддаться вот в тому очарованию той истинности которые веет от христианство сравнивают образ жизни константинополя и византийцев с тем что они видят в других местах у себя на родине и делают свой однозначный выбор в сторону христианства многие из тех кто отправился в византию для того чтобы своим длинным мечом заработать длинных денег возвращаются на самом деле совершенно измененным мировоззрением возвращаются христианами и число подобных людей начинает расти все больше и больше и вот языческая часть дружины делать свою ставку на будущего князя святослава как на выразители своих чаяний и стремлений это доказывается той постоянной лояльностью которую испытывал которую чувствовал переживал святослав по отношению к своей к своим братьям по оружию очевидно что он опирается именно на языческую часть своей дружины он целиком и полностью разделяет их ценности свое первое сражение он свой первый бой он принимает еще едва ли не младенцем во время осады столицы древлян и в этом уже такое вот видно то предназначение которое видят в будущем князе в вернее формально уже в князе его дружинники его воеводы князь малолетний князь святослав тогда в этом бою первым бросает копье которые пролетают между ушами его лошади втыкается в землю это конечно совсем такой еще детский бросок да и самому князю еще на тот момент едва ли больше шести лет а может быть даже и меньше и но тем не менее это вот уже такой очень важный знак для всей его дружины почему воеводы обращается к своим соратникам со словами ну что ж князь начал теперь время и нам продолжить его битву ну примерно так можно перевести те славянские слова как с которыми обращается воевода святослава и по всей вероятности его духовный такой наставник и подлинный опекун к своим дружинникам которые становятся для святослава его подлинной его настоящей семьей с детства он растет в походах растет в презрении комфорту и в нем выращивается взращиваются вот эти амбиции будущего великого языческого правителя великого государства князь святослав совершает уже в таком юном возрасте как только выходит из-под материнской опеки княгини ольги как регента правивший от его имени в его малолетство вот те в общем-то 10 лет его блистательной военной карьеры что тоже так отчасти его позволяет сравнивать с александром македонским он проводит конечно необычайно ярко проводят в серии таких невероятно эффективных победоносных походов в ходе которых он расширяет границы своего государства до каких-то мыслимых и немыслимых пределов расправляется со всеми врагами российского государства разбивает что чрезвычайно важно хазарский каганат с которому русь на тот момент продолжает еще формально выплачивать хоть символическую но и совершенно небольшую но все-таки дань полностью уничтожает покоряет его важнейшие города 40 саркел белую вежу и и подчиняет себе столицу и все пределы хазарского каганата то есть фактически расширяет пределы подластном ему территории едва ли не до закавказья совершают удачные походы по волге разрушает и тиль также один из глав главных городов хазарского каганата его присутствие здесь и вторгается в пределы болгарии а затем и византии здесь в городе перьяслав на дуная он замышляет создать свою столицу в которой сойдутся все блага тогдашнего окружающего его мира князь святослав мечтает о том что здесь будут продавать коней серебро из чехии что сюда будут привозить золото и вина от византийцев специи и ароматы от арабов сюда русь будет поставлять очень характерно он это говорит мед воск и челядь вот основные собственно говоря такие статьи что ли экономического вклада руси в общую торговую картину тогдашнего мира это меха безусловно которых множество в лесных лесистых пределах в особенности северной северо-восточной руси это славный мед и такой необходимый во всех областях тогдашней средневековой жизни продукт пчеловодства как воск тоже весьма ченим тоже весьма ценимый и рабовладение то же самое рабовладение князь и ту же самую работорговлю князь святослав традиционно видят одним из главных источников своего экономического процветания и своей воинской славы то есть это говорит о том что в деятельности князя святослава продолжает выражаться вот та самая идейная идеологическая направленность того славяна скандинавского воинствующего языческого направления которое собственно и получила название историческое первоначальное название руси впоследствии смысл этого слова как мы знаем кардинально изменился то есть фактически святослав является выразителем идеологии эпохи викингов на самом деле уже стремительно идущий к своему закату и это наверное такая одна из последних ярких фигур на небосклоне эпохи викингов которые ярко вспыхивают перед неминуемым закатом перед неминуемым окончанием это великой славной и ужасной эпохи но при этом князь святослав несет себе черты уже не только викинга которым он является по своему воспитанию по своей психологии свой внешний вид он привносит уже и черты свойственные побежденному им хазарскому каганату не случайно лев диакон историк который по всей вероятности являлся если не очевидцем и лично видел святослава святослава игоревича либо пользовался чьим это такими вот сведениями что называется из первых рук оставил нам очень такое подробное описание святослава на тот момент когда он соглашается на встречу с императором иоанном цемисхи он описывает его как человека который по своему положению ничем не отличался от остальных дружинников носил точно такую же простую одежду только более чистую как замечает он при этом наравне со всеми остальными греб в лодке на которой прибыл на встречу с императором иоанном и ну только крупный такой карбунку в ухе и какие-то такие княжеские украшения они отличают в нем но такого подлинного аристократа и князя он проявляет полнейшее равнодушие к каким-то другим дарам и предметам роскоши которые ему на этой встрече преподносят зато невероятно ценит то оружие которые мы подарили относятся к нему с очень большим вниманием и очевидно считает это самым главным из даров которые ему на этой встрече преподнесли но очень любопытно описание внешнего вида святослава еще и с другой стороны святослав бреет бороду носит длинные усы и при этом еще один ус свисает у него с головы то есть таким образом византиец описывает тот самый то что впоследствии у запорожских казаков называлась оселец им то есть тем чубом который оставался единственной прядью волос на полностью выбритой голове это уже не имеет ничего общего с тем как выглядели скандинавы дело в том что викинги невероятно трепетно относились к растительности на своей голове если вдруг вы видите в каком-то фильме что они там бреют свои головы и как-то или не дай бог бороды это вообще совершенно немыслимо для викинга подобное обращение с драгоценной растительностью на голове нет викинги никогда не брились не как-то так практически не не сбривали волосы наоборот очень их любили расчесывали более того подкрашивали ресницы это было такой очень распространенной модой в среде викингов наверное сейчас это выглядело бы конечно довольно дико вот то есть красили глаза но ни в коем случае не брели бороды не оставляли никаких отчугов вот этим своим внешним видом святослав указывает на себя как на победителя хазарского каганата это мода как раз таки тюркская это образ внешнего внешний вид который был характерен как раз таки для тюрок и действительно с разгромом хазарского каганата очень большое количество тюрка оказывается в составе подданных русских князей в составе их дружин воюют с ними заодно и подобно тому как император александр завоевав персию очень быстро примеривает на себя персидские моды что вызывает даже ропот среди его прежних соратников спартанцев приводит даже каким-то таким конфликтом святослав тоже достаточно быстро подчеркивает свой статус победителя хазарского каганата вот таким внешним выражением принятием на себя таких вот тюркских по всей видимости именно из хазарского каганата заимствованных мод в его внешнем виде в его облике в последующие времена надо сказать что именно татары очень любят так причудливо выбривать свои головы оставлять вот такие чубы это характерная черта их внешнего облика и этот же тюркский облик так те же тюркские манеры унаследуют и наши запорожские казаки которые тоже гордятся своими чупринами чубами своими этими оселецами которые спускаются с их макушек до самого подбородка зачастую и вот является таким признаком их принадлежности к древней воинской аристократии вот подобное описание сохранилось нам в византийских источниках и и при этом эти же описания и некоторые наши русские источники говорят о том что князь святослав отличается конечно таким необузданным характером вот такого вот воина язычника надо сказать что тем же необузданным нравом кстати говоря отличается и александр македонский особенно концу своей карьеры военачальника и вот святослав также проходит тем же вот подобным таким путем но и конец его пути он к сожалению также трагедия трагичен и в каком-то смысле также бесплоден проект того огромного государства которое он создает рушится святослав встречает достойного себе противника в лице византийского импера императора иоанна цемисхи самого бывшего талантливым военачальником и пришедшего на императорский престол именно благодаря своим успехам как воин начальника в конце вот этой воинской карьеры святослава он оказывается заперт в осаде в доростоле современной селе истрим и вот здесь в описании этой осады проявляются очень многие такие интересные черты которые позволяют говорить о психологии святослава и как воина и вообще о характере его войска надо сказать что во всех своих неудачах святослав начинает винить христиан и вот образ его правления это образ правления такого древнего на тот момент уже полностью языческого князя который для успеха своих воинских начинаний не останавливаться перед тем чтобы совершать многочисленные человеческие жертвоприношения что он и делает в доростоле и конечно вот это его верность язычеству она синонимична его верности дружине не случайно когда святая княгиня ольга неоднократно уговаривает своего любимого сына святослава своего первенца последовать ее примеру и принять православие святослав решительно отвергает эти предложения хотя и облекает их видимо в такую какую-то мягкую форму перед лицом своей матери ссылаясь на то что этот его выбор не примет его дружина ну естественно он воспитан языческой частью дружины воспитан именно в этой идеологии для него это подлинная семья это его настоящие родные его настоящие родственники поэтому для него это конечно выглядит как такое предательство всех своих идеалов ну и предательство всей своей сути святослав язычник по сути принятие им крещение к сожалению ничего не изменит в нем как в личности как в человеке он уже сложился как язычник он только как язычником и может к сожалению себя ощущать и вот этот неумеренный буйный гнев сказывается в том что тогда в 470 в 971 году во время осады в доростоле он сначала приносит вот эти многочисленные человеческие жертвы из захваченных им в плен жители доростола христиан и в то же время приносит по некоторым сведениям сведения которые сохранились в ипатьевской летописи и часть своих дружинников тех которые исповедовали христианство но тем не менее сопровождали его в его походах ипатьевская летопись говорит о том что святослав приносит в жертву даже своего младшего родного брата у леба или глеба младшего сына княгини ульги о котором совершенно молчат все остальные летописи но о котором сохранилось упоминание в летописи акимовской несмотря на все в общем-то такие подозрения в том что часть этой летописи является подлогом тем не менее вот от этого эпизода веет некой такой исторической достоверностью и то есть таким образом святослав поднимает свою руку даже на своего родного единокровного брата только потому что он является христианином и также его убивает приносит в жертву языческим богам после этого страшного братоубийства войско святослава идет на прорыв резким таким натиском опрокидывает части блокирующего византийского войска и пускай с большими потерями и составлением большей части своей добычи все-таки вырывается из этого окружения и уходит в киев при этом разделяясь на две части часть войска святослава под предводительством воевода свинельда идет пешим путем более длинным князь святослав спешит в киев и движется путем речным через пороги которые ему необходимо миновать в чем была причина такой спешки святослава летописец а к опять же иоакимовской летописи говорит о том что святослав двигался киеву дыша жаждой мести и ненависти к христианам он дает обет дает обещание уничтожить христианство на своей родине поскольку именно в христианстве начинает видеть причину своих поражений неудач и вот не случившихся с ним побед которые постигли его вот казалось бы на пике его военно-начальческой карьеры то есть святослав движется на киев как такой настоящий богоборец стремящийся уничтожить все то что созидала его собственная родная мать ольга от которой он фактически тоже отрекся тем что принес жертву языческим богам своего младшего брата ее сына воспитанного ею в христианстве но господь останавливает вот это такое движение святослава на порогах днепровских он попадает за саду устроены печенегами мужественно отбивается из своей ладьи но они превосходят числом занимают более выгодную позицию святослав со всеми своими спутниками перебит из его черепа печенежский хан куря делает чашу с такими очень поучительными но к сожалению верными словами ища чужих свое потерял свое утратил ну так можно примерно перевести те слова которыми украшает эту чашу из черепа великого завоевателя печенежский хан куря надо сказать что печенеги кстати говоря тоже выглядели совершенно не так как это было показано в совершенно к сожалению бездарным с исторической точки зрения фильме викинг хоть и очень таком масштабном эффектном это было вовсе не банда казахов каскадеров которые там играет роль этих самых печенегов это были вполне светловолосые европейского типа наездники которые в тот момент по всей вероятности вступили в союз с византийцами вероятнее всего им было заплачено иоанном цемисхи для того чтобы они дотянулись до его такого жестокого и страшного врага святослава раз уж этого не успел сделать сам император интересно кстати говоря это как византийская армия делит трофеи после того которые достались после атаки святослава и вот разоблачая трупы воинов святослава среди трупов вот этих языческих воинов славян скандинавов и других так сказать тех кто входил в состав его дружины греки с большим удивлением находят довольно немалое количество женщин одетых мужскую одежду что говорит о том что вот эти вот действительно женщины воительницы являлись не просто каким-то мифом выдумкой современных сценаристов всевозможных фильмов о викингах конечно может быть в действительности выглядело все не так но тем не менее на службе у князя святослава немало было вот этих лихих полянец как и их называли в нашем эпосе богатырском вот этих наездниц женщин которые воевали отправлялись в походы наравне с мужчинами и также исповедовали ту же языческую идеологию и отличались той же храбростью и удалю что и современные и мужчины вот такая характеристика вот этого последнего яркого языческого управления святослава который под свои знамена посту поставил сумел поставить множество и не только разных народов но и как видим и даже воинов разного пола и мужчин и женщин можно говорить о том что это было наверное одним из последних мощных проявлений вот этой идеологии идеологии который на тот момент благодаря победам святослава благодаря тому образу воина идеала и викингов и славян который он себе воплотил присоединилась к вот этому движению которые чуть ли не перекроила всю карту тогдашнего мира не только в отношении хазари и других полоских государств но даже чуть было не изменила границы такое такого мощного государства как византии столица который князь святослав столь в общем-то не несомненно угрожал и именно вот в силе идеологии вот этой воинской идеологии видят святослав залог своего успеха не случайно он обращается к своим врагам с вот этим вот знаменитым обращением иду на вы многие наши современные историки и всякие даже детские патриотические книжки зачастую рисуют это как такое вот ну особое благородство князя святослава который действовал не в тайне но предуведомлял противника о своих намерениях и открыто так сказать с открытым забрал шел против него в бой на самом деле смысл вот этого обращения иду на вы оно совершенно в другом князь святослав не не предупреждает благородно врага о готовящемся нападении нет он уже прежде своего физического присутствия наводит на своих врагов панику и ужас жестокость ярость необузданность воинов русов под командованием святослава уже при его жизни буквально с первых шагов становится легенды легендарной уже само известие о том что на эту область или на этот народ надвигаются полки святослава полки русов она способна вызвать панику деморализовать врага и именно эту цель преследует святослав когда объявляет о своем приходе он уверен в своих силах он понимает что одно его имя одно его намерение уже ослабит его врага и очень характерно своего рода такая может быть расшифровка вот этих слов иду на вы которые также содержатся в сохранившийся до нас исторических источниках обращаясь к византийскому императору святослав говорит ведь не ремесленников и крестьян привел я с собою все мы воины все мы мужи войны то есть сила святослава в том что под его началом находятся профессиональные более того идеологизированные воины воины для которых война является их идеологии является всем смыслом их существование вот это действительно сила святослава вот это его опора на идеологию эпохи викингов на идеологию воинствующего язычества славян она делает свое дело и позволяет ему совершить те великие завоевания которые он совершил что же святослав умирает в 371 году весною и оставляет в качестве своего наследия огромную империю и вот эта империя как бы подвисает в воздухе куда она направится куда направит она путь своего она путь своего исторического развития что с ней будет как можно править этим огромным государством благодаря чему что явится той основой которая сможет это огромное государство объединить это тот вопрос который становится перед наследниками великого князя святослава в случае с александром македонским параллель которого так уместно проводить с истории этого великого славянского князя после смерти великого завоевателя его огромная империя которую он создает тут же становится достоянием его сподвижников диадохов которые растаскивают созданные государства на несколько совершенно отдельных и несколько столетий после этого рождующих между собой небольших и более крупных государств и империи после святослава его государство чуть было не идет по тому же пути поскольку начинается расприя между его сыновьями которые претендуют на его престол но тем не менее некий божественный промысел хранит это государство от судьбы империи александра македонского поскольку предназначение и в том чтобы при князе владимире принять крещение принять православие обрести смысл своего существования которого который был утрачен после смерти святослава после смерти такого харизматичного лидера который только один наверное мог бы править столь огромным и разнообразным по своему характеру по числу своих народности государству вот этот сложнейший вопрос который стоит перед его наследником князем владимиром и который заставляет его искать ту идеологию которая поможет ему объединить доставшуюся ему в наследство огромное государство объединить на основе единой веры единые диалоги и позволит развиваться спустя долгие века после его собственной кончины ну а об этом мы уже поговорим наши следующие беседе внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и и Продолжение следует...